Добрый день дорогие друзья! Перечитывая ваши комментарии, я обратила внимание на то, что многие недовольны полученным урожаем огурцов в этом сезоне в теплицах. И спрашивают, от чего могло это происходить. Вот я сегодня постараюсь обратить внимание на некоторые моменты и частично ответить на ваши вопросы. Из-за чего это все-таки было. Сейчас многие начинают покупать семена, запасаться уже для следующего сезона. Поэтому при покупке огурцов обязательно обратите внимание на информацию, которая указана на обратной стороне пакетика. Для теплиц надо приобретать портенокарпические, самопыляемые гибриды, которые еще ко всему прочему устойчивы к перепадам температуры. Тогда вы уже будете обеспечены хорошим урожаем. На рост и развитие огурцов в теплице, конечно, влияет и погода. Вот, например, у нас в этом сезоне лето было очень капризно, непредсказуемо. Первая половина лета стояла жара и засуха, а вторая половина лета, наоборот, погода опускалась ночами даже до плюс 3-5 градусов и были дожди. Конечно, это тоже отразилось на росте огурцов. Например, когда в теплицах стоит очень жаркая погода, то есть где-то выше 32 градусов, пыльца становится стерильной, соответственно, цветы не завязываются и опадают. Мы теряем часть урожая. Что надо делать в таких ситуациях? Обязательно по возможности притянить либо сами растения, либо в теплицу. Для этого подойдет обычный укрывной белый материал. Также желательно в течение дня несколько раз проливать проходы в теплице холодной водой. Это тоже помогает снизить температуру. Хорошо, конечно, установить в теплице бак или бочку с водой. От этого у нас будет повышаться влажность воздуха. И к вечеру у нас, ко всему прочему, еще будет готовая теплая вода для полива. Ну и, конечно, обязательно надо регулярно в жару особенно проливать наши огурцы. Причем, как я уже говорила, для полива нам нужна вода теплая. Холодной водой поливать растения нельзя. Иначе мы с вами заработаем кучу крепового заболевания, что тоже снизит наш урожай. Если на улице холодно, конечно, будет холодно и в теплице. Когда температура грунта начинает опускаться где-то примерно до 10-11 градусов тепла, рост огурцов тоже прекращается, так как корневая система в это время не развивается, и она не может получать питание из грунта, соответственно, и кормить растения. Что делать в такой ситуации? Ну, конечно, когда холодно, категорически не надо открывать двери и форточки в теплице, чтобы сохранить там как можно больше тепла. Плюс обязательно надо заволочировать грядки. Ну, либо черным корневым материалом, либо с корочной травой, потому что под мульчой грунт гораздо теплее, и корнян тоже будет, соответственно, теплее, и они будут корнить наши растения. И также еще можно, ну, если есть такая возможность и желание, можно установить какие-либо источники тепла дополнительно в теплице. Но это тоже могут позволить себе не каждый, поэтому хотя бы основные моменты надо учитывать. Обязательно при высадке огурцов надо обращать внимание на то, какой у вас грунт, потому что на бедных и кислых грунтах огурцы расти не будут. Поэтому желательно с осени заранее подготовить грядки. Это хорошо заправить их органикой и необходимыми микроэлементами. Но в первую очередь это, конечно, азот, фосфор и калий. И тогда это тоже уже будет залогом хорошего урожая для наших растений. Правильно надо высаживать рассаду. Во-первых, рассада должна быть не переросшей, потому что переросшая рассада плохо приживается и болеет, и тормозится, и ее рост и развитие. Оптимальный возраст для высадки рассады в грунт это 25-30 дней. Также надо обратить внимание на температуру самого грунта. Она должна быть более 15 градусов, то есть достаточно уже прогретой. Регулярный полив. Я уже, правда, говорила, но повторюсь еще раз. Обязательно огурцы надо по возможности, конечно, поливать ежедневно, потому что они и так на 95% состоят из воды, и при недостатке влаги наши завязи начинают усыхать, а растения желтеть и, соответственно, тоже прекращают плодоносить. Вовремя и правильно надо проводить регулярные подкормки в течение сезона, потому что огурец очень любит поесть. Таких подкормок должно быть за сезон 3 или 4. Но для этого можно пользоваться или комплексными минеральными удобрениями, либо обычными народными средствами, такими как зола, коренный помет, зеленые удобрения, дрожжевые подкорки, ну и так далее. Также для того, чтобы наши огурцы хорошо и долго плодоносили, причем продолжительно, надо не забывать следить за их состоянием и здоровьем. То есть обязательно после вытаски рассады вовремя начинать проводить профилактические мероприятия по защите наших растений от болезней и от вредителей. Потому что когда мы уже начинаем собирать урожай, лечить огурцы уже не хочется. Хочется получить здоровую продукцию. Многие, стремясь получить большой урожай, стараются посадить как можно больше растений в одну теплицу, но это тоже делать не надо. На каждом пакете есть схема посадки, то есть надо ее придерживаться. Дело в том, что при загущенных посадках растения начинают конкурировать друг с другом за место под солнцем. Корневая система разрастает, потребляет больше питания. Соответственно, одному растению хватает, другому не хватает. Растения начинают угнетаться и, конечно, тоже происходит меньше цветения и меньше завязывания плодов. Формировать огурцы тоже надо правильно. Начинать надо формировать их уже с момента высадки рассада. То есть где-то до 4-5 листа желательно ослепить, как говорят растения, то есть выщеркнуть первые завязи, чтобы наше растение могло хорошо начать развиваться. Также по мере роста боковые побеги надо прищипывать, потому что длинные боковые побеги начинают затенять сами растения, то есть идет у нас хуже проветривание. Получается, образуется поначалу много завязей, но они не развиваются, так как растения не хватает питания. В результате наши завязи засыхают и не растут, а огурчики, которые вырастают, в результате всего получаются либо какие-нибудь корявые, ну, в общем, уродливые формы. Просто им не хватает питания. На это тоже надо обращать внимание. Вот это основные моменты, на которые надо обратить внимание при выращивании огурцов, потому что на самом деле в их выращивании нет ничего сложного. Но надеюсь, что я ответила на некоторые вопросы, и кому-то моя информация может пригодиться. А на сегодня это все. Давайте с вами прощаться. До новых встреч и хороших вам урожаев! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok